Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал 7 лучших телевизоров с диагональю 32 дюйма на 2021 год. В мой топ попали только лучшие модели из разных диапазонов цен от 15 до 25 тысяч рублей. При отборе моделей я обращал внимание на следующие характеристики. Разрешение экрана, передовые технологии, наличие функции Smart TV, Bluetooth и качество звука. Чтобы быть максимально объективным, я проанализировал сотни комментариев пользователей и множество отзывов экспертов. Присоединяйтесь к нам, нажав на кнопку подписки и колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах. Ну и не забываем поставить лайк, если вам понравился ролик. Усаживайтесь поудобнее, а я начинаю. Открывает рейтинг Samsung LT32E315EX. Телевизор оснащён ЖК-экраном диагональю 81 см с разрешением Full HD 1920x1080p. Частотой обновления 60 Гц, яркостью 300 кандал на квадратный метр, контрастностью 4000 к одному и углом обзора по вертикали и горизонтали 178 градусов. Поддерживает такие стандарты DVB-T, DVB-T2, DVB-C и телетекст. За громкость звука отвечает два стереодинамика мощностью 10 Вт каждый, а качество звука обеспечивает технология Dolby Digital. Поддерживает совсем немного форматов. MP3, VMA, MPEG-4, DVX, MKV и JPEG. На задней части корпуса расположены два HDMI-разъёма, один USB, AV, разъём для наушников и разъём для чтения карт памяти. Этот телевизор относится к бюджетному сегменту, поэтому в нём практически отсутствуют дополнительные технологии. Кроме таких, картинка в картинке, таймер и защита от детей. Устройство можно установить на красивую чёрную подставку или подвесить к стене при помощи крепления веса 200 на 200 мм. В комплект поставки входит шнур питания, болты, пульт управления с батарейками и гарантия на один год. Хотя модель принадлежит к бюджетной линейке, она оснащена очень неплохой матрицей, передающей изображение с хорошей яркостью и контрастностью. А вместе с громким звуком делает просмотр телепередач комфортным. С учётом цены всего в 17 тысяч рублей, тяжело требовать чего-то ещё от телевизора, помимо качественного изображения. Но дополнительных цифровых технологий или функций в нём практически нет. Шестое место занимает Philips 32PFC5605. Внешний телевизор выглядит очень привлекательно благодаря тонким граням и белому корпусу. Расположен на двух подставках, но также можно подвесить на стену при помощи крепления веса 100 на 100 мм. Телевизор оснащён матрицей диагональю 80 см с разрешением Full HD 1920 на 1080p, частотой обновления 60 Гц и углом обзора 178 градусов по горизонтали и по вертикали. Инженеры Philips в этом телевизоре реализовали технологию Pixel Plus HD. Качество изображения теперь всегда остаётся на высоком уровне, независимо от источника трансляции. Поддерживает такие стандарты DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S и DVB-S2. Способен работать с форматами H.264, MPEG-4, AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV-9, VC-1, AV, MKV, AAC, MP3, WAV, WMA, BMP, GIF, JPEG и PNG. По этим показателям это весомое преимущество перед предыдущей моделью. За качество и громкость видео отвечают два динамика общей мощностью 12 Вт и вспомогательные технологии ClearSound, Incredible Surround и функция SmartSound. На задней части корпуса находятся два USB, два HDMI разъёма, один VGA, разъём для наушников и карт памяти. В комплект поставки входят пульт дистанционного управления, батарея – две штуки, шнур питания, руководство пользователя, настольная подставка и гарантийный талон на один год. Телевизор Philips удивил пользователей своей технологичностью, отличным качеством изображения, количеством поддерживаемых стандартов за умеренную цену – 20 000 рублей. Есть одна конструктивная особенность, присутствующая у немногих экземпляров этой модели – зазоры по углам между экраном и корпусом из-за производственного брака. Они практически не видны, но всё же есть. Ещё некоторым неудобен небольшой пульт с маленькими кнопками. Пожилым людям непросто попасть на нужную кнопку. Пятое место занимает Xiaomi Mi TV4 A32-T2 Global. Дизайн устройства смотрится более привлекательно, чем у Samsung, прежде всего из-за очень тонких граней. В чёрном цвете их практически не видно. Телевизор оснащён матрицей с максимальным разрешением HD 1366х768p, частотой обновления 60 Гц, контрастностью 3000 к 1 и углами обзора 178 градусов. По этим характеристикам Mi TV4 A очень похож на двух предыдущих конкурентов. Но главный минус в том, что он не поддерживает формат Full HD. Однако телевизор имеет множество других положительных моментов. Первым я бы хотел отметить наличие нового процессора T962 Amlogic Cortex-A53 с частотой 1,5 ГГц и применением графического чипа Mali-T450 MP5 с рабочей частотой 750 МГц. Помимо этого в него встроен 1 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ памяти типа EMMC 5.0 для хранения различных игр и приложений, встроенный Wi-Fi приёмник и возможность подключения Ethernet кабеля. Все эти фишки служат одной цели – стабильной и бесперебойной работе в функции Smart TV под управлением операционной системы Android 7.0. Мощность звука обеспечивают двухканальные динамики общей мощностью 10 Вт. В них применены декодеры аудиоформатов Dolby Audio и DTS HD, за счёт чего звук получается хорошего качества без посторонних шумов. В телевизоре есть технологии HDR10 и Hybrid Log Gamma. Благодаря им детализация, яркость и качество изображения стали намного лучше. Mi TV4A управляется посредством обычного пульта дистанционного управления и со смартфона при помощи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi. Есть встроенный Mi Player Full Player, плеер с поддержкой форматов FLV, MOV, AV, MKV, TS, MP4 и многих других. На задней части корпуса расположено 2 HDMI, 1 USB разъём, 1 аудиовыход и разъём для наушников. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления с батарейками, две подставки, кабель питания и инструкция. Невероятно популярная модель компании Xiaomi со своим скромным ценником 18 000 рублей покорила пользователей во всём мире. За такую невысокую стоимость вы получаете функциональный современный телевизор с поддержкой Wi-Fi, Smart TV, Bluetooth, технологиями HDR10 и Hybrid Log Gamma, которые значительно улучшают качество картинки. Но всё-таки в 2021 году у него нет поддержки Full HD, это накладывает большую тень на телевизор. Да и некоторые приложения тормозят из-за недостатка оперативной памяти. Но во всём остальном это отличный телевизор за свои деньги. Четвёртое место занимает Hire 32 Smart TV Box. Внешний телевизор очень напоминает своих конкурентов. Тот же чёрный цвет корпуса, такие же две подставки и тонкие грани – этим уже никого не удивить. Телевизор оснащён LED-матрицей с HD-разрешением 1366 на 768p, частотой обновления 60 Гц, Direct LED-подсветкой, яркостью 220 кандал на квадратный метр и углами обзора 178 градусов. Характеристики практически идентичны к Xiaomi Mi TV 4A. Важная фишка этого телевизора – функция Smart TV под управлением операционной системы Android 9.0, а не 7.0, как в Xiaomi. При подключении к Wi-Fi или через Ethernet-порт вы сможете скачать через Play Market множество разных игр и приложений, в числе которых YouTube, Oka, Кинопоиск, Netflix, Mi Go Go, Eevee и другие. В устройстве реализована функция Chromecast, позволяющая транслировать видео и показывать изображения на телевизоре с вашего смартфона посредством Wi-Fi или через Bluetooth 5.0. А также можно подключить беспроводные наушники и другие гаджеты. Функция Simulated Surround Sound делает звук не просто хорошим, но и объёмным, а функция голосового ассистента Google даст возможность управления ТВ без помощи пульта. Также есть настройка изображения из 9 режимов и цифровое шумоподавление. На задней части расположено 3 HDMI разъёма, 2 USB, 1 оптический цифровой вход, 1 CL Plus слот и 1 AV. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления с батарейками, кабель питания, подставка, руководство пользователя и гарантийный талон. Цена 23 000 рублей. Китайская компания хорошо постаралась при проектировании этого телевизора. Он действительно очень функциональный, его смарт-ТВ разнообразнее и работает лучше, чем у Sony и Xiaomi. Качество и детализация картинки также на очень хорошем уровне, несмотря на HD-разрешение. Если бы было Full HD-разрешение, то это уже другой ценник, где у конкурентов есть серьёзное преимущество. У многих покупателей возникают проблемы из-за брака, периодически пропадает звук, прибит экран, не подключается Wi-Fi. Всё это зачастую решается обычной перезагрузкой телевизора, но факт в том, что эти проблемы есть. Тройку лучших открывает Sony KDL32WD603. Корпус с тонкими гранями, выполнен в чёрном цвете, установлен на одну широкую подставку и выглядит очень интересно. Телевизор оснащён IPS-матрицей с максимальным HD-разрешением 1366х768P, подсветкой Direct LED, частотой обновления 50 Гц и углами обзора 178 градусов. В устройстве реализована технология 24P True Cinema, позволяющая смотреть фильмы в том режиме, в котором они были сняты. Технология X-Reality Pro, за основу которой взят специальный алгоритм, улучшающий контрастность и прорисовку текстур. Поддержка деланной, совмещающая в единую систему телевизор. Смартфон, компьютер для обмена данными и воспроизведения музыки и видео. Функция Time Shift, позволяющая останавливать в любой момент телевизионную трансляцию. Также есть функция записи видео на USB флешку. Такой функцией не сможет похвастаться, например, LG. Мощность динамиков составляет 10 Вт, как в Xiaomi Mi TV 4A. Но вместе с технологией Dolby Digital и DTS, качество звука значительно улучшается. И компания Sony знает толк в этом. В телевизоре имеется функция Smart TV, работающая под управлением операционной системой Linux, достаточно быстро благодаря хорошему процессору. Устройство поддерживает форматы MP3, VMA, MPEG-4, XSuite, DVX, MKV, JPEG и другие. На задней части корпуса находится вход S-карт и разъёмы 2 HDMI, 2 USB, 1 AV и Ethernet. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления с батарейками, гарантия, кабель питания, подставка и инструкция. Цена – 22 000 рублей. Компания Sony не зря считается одной из лучших в мире по качеству и востребованности своей продукции. Телевизор этому подтверждения. Отсутствие Full HD разрешения – это уже большой минус. Конечно, дополнительные технологии и функции немного склаживают этот недостаток, делая качество изображения очень качественным, детализированным и ярким. Наличие Smart TV – это, конечно, очень круто, но в магазине очень мало приложений для установки, а сервисы типа Netflix подтормаживают. Относительно неплохо работает только YouTube. Если говорить в целом, то он, конечно, выигрывает у конкурента Xiaomi по качеству картинки, звука, дизайну. Но вот по количеству приложений, игр и возможностей Smart TV – победа за Xiaomi. Второе место занимает Samsung UE32-T5300AU. Телевизор внешне похож на Mi TV4A. Он также имеет тонкие грани, выполнен в чёрном цвете и установлен на две подставки. Телевизор оснащён новой матрицей диагональю 81 см с максимальным разрешением Full HD 1920 на 1080p, частотой обновления 50 Гц и углами обзора 178 градусов. В устройстве реализована технология High Dynamic Range HDR, способная расширить диапазон цветов. Можно разглядеть мелкие детали даже в очень тёмных сценах. Кроме HDR, есть технология Pure Color, позволяющая отобразить большую гамму цветов с высокой яркостью. Технология Ultra Clean View, обеспечивающая максимальную детализацию с наименьшим искажением. Технология Contrast Enchance, обеспечивающая глубину изображения с оптимальным уровнем контрастности. Оснащён встроенным Wi-Fi-модулем и технологией Smart TV с функцией Miracast для связи со смартфоном. Для воспроизведения видео с устройств Apple существует технология AirPlay 2, синхронизировав TV с iPhone, iPad и Mac. Вы сможете воспроизводить видео, включать музыку и смотреть фотографии. За качество звука отвечают два динамика общей мощностью 10 Вт, как у Xiaomi. Технология Dolby Digital с функцией объёмного звучания. Телевизор поддерживает воспроизведение форматов MP3, VMA, IMPACT-4, H.265, MKV, JPEG и других. На задней части корпуса находятся два HDMI-разъёма, один USB, один Ethernet-порт, один AV, один CL Plus слот. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления с батарейками, две подставки, кабель питания и инструкция пользователя. Цена – 20 000 рублей. Инженеры Samsung решили произвести телевизор с отличным функционалом и новыми технологиями, но решили сэкономить на качестве материалов. Из-за этого возникают проблемы. Например, пропадает звук и начинает рябить изображение при включении. Повторное включение телевизора решает эту проблему. Если он включился сразу корректно, то качество изображения вас точно удивит и порадует. Все эти вспомогательные цифровые фишки значительно улучшают качество и насыщенность картинки, которые не меняются в худшую сторону, будь то воспроизведение обычного ТВ или фильмов со смарт-ТВ. Первое место занимает LG 32LM6350. Внешний телевизор практически ничем не отличается от Xiaomi. Выглядит достаточно неплохо, но боковые грани в нём немного толще, чем у конкурентов. Телевизор оснащён LED-матрицей с Full HD разрешением 1920 на 1080p, частотой обновления 50 Гц, светодиодной подсветкой Direct LED и углами обзора 178 градусов. В нём реализована технология активного HDR. Вместе с технологией HLG и покадровой коррекцией она усиливает детализацию и глубину цвета. Мощность звука составляет 10 Вт. Качество звука становится более чистым и объёмным благодаря двум динамикам с новейшей технологией Dolby Audio. Производитель оснастил телевизор новейшим искусственным интеллектом LG ThinQ, который даёт возможность управления при помощи голосовых команд и через мобильное приложение. К нему можно подключиться по Wi-Fi и Bluetooth. Есть функция Smart TV с операционной системой WebOS, в которой уже установлены такие популярные приложения YouTube, Netflix, Mi Go Go. За скорость серфинга в интернете отвечает новейший четырёхъядерный процессор, который не только ускоряет работу, но и обеспечивает более динамичную цветопередачу, контрастность и яркость. Из дополнительных приятных фишек я хотел бы отметить 9 режимов изображения, видеодекодер 2K60P 10-bit, технологии Dynamic Color и TrueMotion. На задней части расположены разъёмы AV, компонентные 3 HDMI, 2 USB, 1 Ethernet. В комплект поставки входят пульт Magic Remote с батарейками, кабель питания, 2 подставки, гарантийный талон на 1 год и инструкция по эксплуатации. Цена – 25 000 рублей. Компания LG порадовала нас отличной моделью телевизора с дополнительными цифровыми технологиями улучшения качества изображения и функцией Smart TV. Вне зависимости от того, транслирует девайс обычные телеканалы, видео с YouTube или платформы Mi Go Go, качество, яркость и контрастность изображения остаются на очень высоком уровне. Есть проблемы с загрузкой видео в разрешении 720p и выше. На это требуется очень много времени, либо приложение зависает полностью. А также этот телевизор намного толще, чем конкуренты, поэтому в подвешенном состоянии он выглядит не так красиво. Это был рейтинг лучших телевизоров на 32 дюйма 2021 года. Стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. Не забываем подписываться и ставить лайки. Надеюсь, вам был полезен рейтинг. До встречи в новых видео!